На заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта обсуждались две главные проблемы, которые не теряют своей актуальности на протяжении последних лет. Город в ожидании неизбежно надвигающегося подтопления и на грани мусорного коллапса. Какие меры предпринимает администрация, чтобы не довести ситуацию до определения чрезвычайное, расскажет Алла Левина. Вице-мэр Сергей Фролов успокоил депутатов, сказав о том, что все под контролем. Мероприятие по обеспечению безаварийного прохождения паводка проходит в плановом порядке. Из 264 мест подтопления от снега очищены 200 участков. Горячей водой промываются ливневые канализации. Одним словом, беспокоиться не о чем. Однако на самом деле картина не столь радужная. Где-то вывозят снег, а в другом месте он скапливается и становится очагом повышенной опасности. Как, например, территория бывшего карьера кирпичного завода в районе поселка Волжский. На протяжении трех лет вывозится снег. В прошлом году произошло подтопление садового участка. Изменить надо эту площадку, отменить надо туда скопление и вывозить это все на новую площадку, чтобы не причинять вред. Если омичи еще могут надеяться хоть на какое-то участие чиновников в борьбе со снежной напастью, то жителям поселка Степной рассчитывать не на кого. Бывший военный городок напрямую не относится к муниципалитету, хотя расположен в черте города. Депутат-коммунист Николай Коломеец обеспокоен положением дел в поселке и об этом заявил на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта. Если территория не входит в муниципальное задание, как вы сказали, военная территория, общая территория, которая не подвержена подтоплению на регулярной ослове, не является критической, то мы обязаны заставить хозяйствующие субъекты в рамках административно-технической инспекции выполнить свою функцию и сделать то, что им необходимо, а не бежать им сопли подтирать и за них вывозить снег. Там снега много и администрация города, она в общем не готова каким-то образом по вывозу снега участвовать. Вопрос, я понимаю, действительно не имеет отношения напрямую городским властям, но каким-то образом помогать все-таки, я думаю, нужно. Ситуация с паводком повторяется каждый год, как и проблема с мусором. Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Горсовета. Только эффективного решения проблемы, а мечи так и не дождались. На сегодняшнем заседании профильного комитета парламентарии предложили признать ситуацию чрезвычайной и в качестве одной из мер рассмотреть возможность использования закрытой несколько лет назад свалки советского округа. Сколько потребовалось времени искать правильные решения, пути решения, то ли мусоросжигательный, то ли мусороперерабатывающий, то ли какие-то новые свалки в новых местах открывать. Это надо было лет на пять, наверное, раньше начать все это делать. Поэтому сегодня мы находимся в такой критической ситуации, когда приходится решать вопросы чрезвычайных уже проблем. Спасти омичей от тяжелых последствий паводка сможет благосконность природы. А вот в случае с угрозой мусорного коллапса она уже бессильна.